Итак, дорогие друзья, всем снова доброго времени суток. Вот так вот прям сразу и без рекламы мы с вами врываемся на пики и баны второй карты Best of 2 противостояния Астер против команды Alliance. Ну и пики и баны уже на самом деле прям таки в самом разгарилось. Тилер Тинни и Дизраптор вместе с Кункой имеются для команды Астер, для китайцев. Alliance же забирают себе Кипровзалайта, Медузу и Эрспирита. Решили прям вот явно поменять свою стратегию и поиграть совсем другими персонажами, нежели те, которых мы видели на предыдущей карте. Смотрится интересно, смотрится хорошо, опять же, еще и потому, что Alliance, если мне память не изменяет, с Кипровзалайтом сегодня первую свою карту вообще игрового дня выигрывали против команды Complexity. Ну и посмотрим, посмотрим, смогут ли они дожать уже на этой карте с тем же самым пиком, но с небольшими новшествами в виде Медузы и Манки Кинга. Интересно, интересно будет посмотреть. Опять же, ЕСа мы с вами видим, ну вот лично у меня как-то так получается, что я его вижу очень часто, чуть ли не в каждой игре. Вот Кунку, например, это тот персонаж, которого я вижу в последнее время довольно-таки редко. И будет интересно посмотреть на то, как на Адмирале в этот раз будут исполнять ребята из Астер, потому что я напомню, что есть там такой замечательный игрок, как Бобока, который в свое время... Ну ладно, это не совсем про Кунку, просто в свое время на Саппорте Манки Кинге отыгрывал еще в команде IG. Вот, но это ладно, эта информация в принципе сейчас никакой технической пользы не несет. Но вот информация, которая понесет техническую пользу, наверное, все-таки Медузу здесь есть чем пробивать у команды Астер. Как-никак, Лавстиллер все же будет в нее вгрызаться, и Лавстиллер будет пробивать ее весьма неплохо, но... Хотелось бы получить еще какой-то минус армор. Я бы так полагаю, это все-таки Кунка на мидл-линию, Лавстиллер на легкую, Тинни и Дизраптор Суппорте. Я бы предложил сейчас команде Астер взять... А, Слардар, Слардар в бане. Слардар в бане от самих же Астер, эх, как неприятно. Не знаю тогда, что бы я предложил им взять, пока ничего в голову не приходят. Как-нибудь сами, я думаю, что там разберутся. Бестмастер закрывает пик команды Alliance более чем полностью, действительно, теперь есть и чем подпушить. Есть довольно-таки сильный early game, в мидгейме Monkey King расфармится, более-менее уже начнет наваливать. Медуза там где-то за ним подоспеет. В теории это все смотрится очень круто, но как это произойдет на практике, мы с вами увидим уже в ближайшее время, потому что в предыдущей карте прямо-таки на стадии лейнинга Alliance потерпели фиаско. Что произойдет в этот раз? Ну, я думаю, что такого фиаско уже не будет. Как минимум пик сейчас явно мне нравится больше, чем на первой карте. И лично я все же предполагаю, что эта серия закончится со счетом 1-1. Но появляется Razer для команды Aster. Еще один герой, который вот прям слишком часто начинает появляться у нас именно от китайцев вообще на этом турнире. Тот герой, которого они, в принципе, берегли довольно-таки долгое время, и поэтому заполучили очень неплохую, точнее, очень плохую статистику по групповой стадии. И сейчас этот Razer, возможно, будет их спасать. Вот, как бы, я пока не уверен, но пик последний очень хороший. Пик последний, на самом деле, очень многое меняет, потому как Monkey King будет уже, казалось бы, не так-то и силен. Опять же, Муша садится на Razor. Это Razer на мидл-линию. Кто будет стоять против него? Будет стоять Микки. Ладно. На мидл-линии, в принципе, в целом Медуза. Ладно, Медуза, может быть, еще и что-то добьет под Razor. Это не милишник, то есть, там, от стати клинка поменьше урона, конечно, становится, но добивает реально. И не всегда ты будешь под это стати клинк вставать просто к Razor, тем более будешь выжигать ему ману. Но если бы на миде был какой-нибудь Monkey King, тогда было бы прям совсем печально. Но смысл в том, что на миде-то ладно, может, все будет нормально, Но если потом муж будет высасывать дэмэдж из Манки Кинга И после этого продолжит выдавать, опять же, этот дэмэдж по оппонентам То придется команде Alliance очень нелегко Как минимум, потому что без Манки Кинга их файт уже смотрится не так хорошо Но, возможно, именно поэтому они и поставили Манки Кинга на сложную линию То бишь, в Манки Кингу у нас третья позиция Койква на Бестмастере Все же отправится, насколько я понимаю, в легкую, потому как против Razor ему стоять не очень хочется Либо все-таки отправится в мид Но на медл-линии против Razor, конечно, такому милишнику будет неприятно Смотрим, как из ситуации выходит Alliance Сейчас, на самом деле, они могут очень много потерять неправильно Воспользовавшись этой ситуацией Ну, кстати, у меня почему-то показывает сейчас Как будто бы я через DotaTV это дело смотрю Но на самом деле-то это не так Ну, ладно, ладно В целом, я думаю, что мы ничего не потеряем, если это просто вот так закроем Матч явно без задержки То есть вы будьте в этом уверены Но интерфейс у нас почему-то, казалось бы, из лобби, но такой же, как из DotaTV Не будем обращать на это внимание Расходятся игроки по рунам Будут пытаться их друг друга воровать Стоит опс неплохой у команды Alliance на топе О, два апса от коллектива Астер, то бишь от китайцев Ну и Команды вошли в режим ожидания Эдакий Бокси вместе с Сенсеней Будут ли вообще выходить на эту руну Потому что здесь очень страшные оппоненты Для того, чтобы воровать у них руну Это Что Кунка, что Бабока Соответственно, два персонажа, которые могут вкачивать себе стан И очень жестко вначале тебя подконтролить Но Они этот стан не вкачали В итоге просто-напросто заблифовали И побоялся, побоялся, что Monkey King Что Keeper of the Lights За этой руны идти Отлично сыгранно, я бы сказал От команды Астер Вот просто посмотреть на это Против этого, в принципе, спокойно Можно было бы руны и забирать Но Alliance играют осторожно Просто понимают прекрасно, что В любом случае им здесь Нельзя Косячить с первой минуты То, что они не забрали И какую-то дополнительную руну Это для них не косяк Две руны для одной команды Две руны для другой Все более-менее ровно Дабла на топе Кунка плюс Тинни Против Даблы Keeper of the Lights И Monkey King Monkey King на самом деле Вот такими темпами Должен очень даже неплохо Себя показывать Хорошо этот персонаж играется Против Кунки Хорошо играется в целом Против всех толстых коров И против того же самого Ластилера в том числе Потому что Кто-то еще от кого будет откидаться Это мы сейчас посмотрим Но получится ли выиграть Линии У команды Alliance вначале Это пока еще вопрос Внизу все-таки Койква стоит Против First Spirit Точнее вместе с First Spirit Против Ластилера И Дизраптора Умирает Бокси умирает Также еще и Тинни Интересно Разменялись на топе Ну и я вам скажу Что все-таки Monkey King здесь будет Выполнять роль Формящего персонажа То есть Бокс сейчас Это абсолютно нормальная Первая позиция Но вот Койква Единственное что Решил поиграть На хардовом Бестмастере Посмотрим Как с такой Вынужденной Перестановкой Своих позиций Справится Alliance Но в целом Я бы не стал Считать Что вот такая Перестановка Она пойдет на пользу Данному коллективу Хотя Может быть Они и тренировали Возможно Они как-то До этого Так же играли Но В этом я сомневаюсь Monkey King Тут Буквально В одной тычке Было того Чтобы Просто-напросто Зарядить себе Джингу Мастери И Палки Все это дело Правда Не накрыть Потому что она была В кулдауне Но мог бы еще Хоть немножечко пожить Но в итоге Как бы Выживать не получается Управляться в таверну Счет 2-1 В пользу команды Астер Должен сейчас Возвращаться на линию Но до его возвращения Попытаются оппоненты Выйти и на инсению Keeper of the light Улетает Улетает На 6 секунд Неприятно Конечно Противостояние Муши Против Микки На мидл линии Рейзер Против Медуза Пока выигрывает Рейзер Вот прям Супер Однокровиточно 6 крипов Всего лишь Допито у Микки Я думал что Как-то Как-то полегче будет Медузе стояться На этой мидл линии Но нет Муша прям вообще Никаких шансов не дает Весь демеш высасывает Урона для того Чтобы ласхитить Совсем не остается Ну и вообще Рейзер себе может даже позволить Пока Вкачать только лишь Стеклинг Больше ему ничего не нужно Дальше как-то Свой скиллпойнт Распределит Наиболее Удачно То есть на Разоре иногда Это важно делать Потому что Можно вкачать Unstable Current И например Если ты знаешь Что в ближайшее время Ты там Только лишь сможешь Где-нибудь подфармить Подпушить линию Подфармить леса То Unstable Current Стоит на чертом Даже вкачать в 2 То есть играть Без плазмафилда Но проблема в том Что сейчас Разор Возможно таки умрет Тайга До следующего Роллинг Болдера 5 секунд И в итоге Тайге наверное Даже бы не стоило Идти дальше Муша на развороте Попытается Сейчас просто-напросто Со статик линка Пробить тайгу Тайга все-таки уходит Отсюда на Роллинг Болдере Да Хоть не отдался Муша Хотя было и близко Было близко к тому Чтобы его убить И было близко к тому Чтобы Опять же ему отдаться Знаете От любви До ненависти Один шаг То же самое И с дотой Внизу Умирает Койква Совсем неудачный момент Для Alliance Особенно учитывая то Что тому Дизраптер Остается 10 хп После кабана То есть разменяться Даже у Койква Ни в кого не получилось Да и Сайлор Продолжает Спокойно расфармливаться Да конечно Бестмастер Отказалось бы Персонаж Который должен его В теории контрить Как-то в лейте То есть Стан через БКБ Стан через Рейдж Все это будет конечно Хорошо работать Но Пока на линии Бестмастер Абсолютно ничего Не может противопоставить Лайфстилеру То есть Койква Там добивает Только 12-го крипа В это время Манки Кинг Тоже не сказать Что Убер Хорошо фармит на топе В то время как У команды Астер Выигрывается что Мидл линия Что на нижней линии У них все Довольно таки неплохо То есть Лайфстилер фармит Вообще никаких проблем нет Вот единственное Наверное только лишь То что на топе Линия получилась Не самой сильной И не так сильно выигранной Но это опять же Небольшая проблема Потому как в боксе То есть Манки Кинг Это не тот герой Который вот сейчас Получит какой-то буст в начале А потом будет фармить Всю карту как антимаг Нет То есть это персонаж Который До поры до времени Сейчас все-таки Постоит на линии Потом поймет Что как-то золото У него все равно От этого недостаточно И единственный вариант Который Будь для него Ублаговолим Это либо долго сидеть в лесу Либо все-таки Попытаться подраться И за эту драку Что за камбетч Но в боксе Может сейчас еще и умереть Один раз на линии Да, это минус боксе Ну и не сказать Что на этой линии У Альянс Тоже все Хоть как-то сдалось Это уже Третья смерть Для Манки Кинга В общем пока Китайцы прям шансов Не оставляют Я не знаю Душат очень сильно Так, бабока Толкнул его Тайга в какой-то момент Но бокса все же добивает Тайга вроде пока живет Хотя нет Нет, есть Рист XXS Казалось бы здесь Между тремя героями То есть вот Делал телепорт еще один Все же справляется с задачей Убить своего оппонента Нет, пока не справился Конечно Но вот на мидл линии Муша, например За него справился Забирает Микки Очень неплохо Да, Рейзер продолжает расфармливаться У Рейзера В принципе ботинок имеется В Рейсбен сверху Чейнмейл есть 34 крипа на 22 Давайте, наверное, даже уже Приключимся на статистику По нетворцам Потому что нам Не так много скажет Стата именно по Добитым крипам Тут в это время Отъезжает еще и Фенрир Первые три нетворца За китайцами За командой Астер 4 тысячи уже имеется У Лайфстиллера В то время как Первый нетворц команды Алайанс Это 2 500 Имеется он у Медузы И в принципе Не так далеко находится И Манки Кинг Но проблема в том Что Манки Кинг Фармит ровно в 2 раза меньше Чем за это время На фарме Лайфстиллер И Лайфстиллера отпускают Я честно не знаю Каким образом Этого Лайфстиллера Буду убивать Ребята из команды Алайанс В общем это Действительно Вот просто сейчас Сокровенная проблема Конкретно этой игры Такая бомба Замедленного действия В виде Сайлара Ну ладно Посмотрим Что будет дальше Дабл дэмэдж Для команды Астер Имеется Пытается сейчас Возможно Рейзер Как раз таки С этим дабл дэмэджем И на кого-то выйти Видят Йеса Йес Конечно Тут вот Укатиться может Очень легко И сейчас походу Все таки укатится Хотя нет Его вернули Закатился Фенрира Фенрир умрет Скорее всего От тавра Хотя нет Остается 5 хп Но Тайга Наверное тоже Никуда не уйдет Да Тайга отправляется В таверну Рейзер все это время Стоит по таврам Хоть и с дабл дэмэджем Койко его добивает И размен далеко Не самый наилучший Получается В сторону команды Астер Хотя казалось бы Все было в их руках Но нет Рейзер умирает Размен в итоге Один в один Но Саппорт Персонаж На Мид героя Тут Явно Не в сторону Команды Астер Микки правда Чуть не отъехал Тоже Вот если бы Микки умер Если бы Микки сейчас Кунка добил Может быть что-то бы И Было Знаете такое Похоже Похоже на ровный размен От команды Астер Но нет Отдают одного из самых Целых дорогих персонажей И Забирают Одного из самых Дешевых Вражеских Из самых дешевых Вражеских героев Так Инсения Бабока может Попытаться Этого Инсению Сейчас зацепить Да Цепляет Есть статиклинк Будут провожать Этого Киберзелайта Коттл получает Дерево Последняя тычка От Муши В таверну 9-6 Счет 4 тысячи преимущества За командой Астер Алианс Пока еще Отстают Причем По экспириенсу Наверное Они тоже Отстают Довольно-таки Серьезно Надо будет Посмотреть Потому что Помидасом В этой игре Койко на телепорте Отсюда уходит Неплохо На него и Глимс потратили И Кинетик Филд В общем Много чего Потратили Но все же Бист не самый Такой простой персонаж Сейчас Койко возвращается Ай-яй-яй-яй И Койко будет умирать Хотя нет Откинулся ультимейт А была стилер Ула стилера Просто филигранно Сейчас засунули Прямо-таки На хайграунд Ну и Койко Уже попытается Отсюда убежать Скорее всего Хотя пока что Живет Пока что еще И вызывает ястреба Попытается помочь Команде Подцепить Икс-экс-эса Но Икс-экс-эс Уже слишком далеко Убежал Да и Кунг Далеко не самый Тонкий персонаж Поэтому Преследовать его Еще дальше Alliance не стали Фенриер Да в целом Мидас имеется У Сайлора Из команды Астер больше Ни у кого Насколько я понимаю Вообще на всей карте Не имеется Мидаса Да Только лишь у одного Ластилера Поэтому Астер Также еще и По экспириенсу Будут Кроме как По Галде Лидировать В ближайшее время В общем Действительно По опыту Предыдущих игр Этого турнира Я бы сказал Что команда Астер Уже практически Обеспечила себе победу Вот Но Всегда Есть такие Неприятные вещи Как ошибки Для состава И китайцы Ровно так же Могут ошибиться Как в свое время Ошиблись Те же самые НАП В матче Против колов Буквально вчера Отдали колам Карту Просто на ровном месте Ну посмотрим Что дальше 6500 Ластилер 5000 Имеется У Розора 4700 В принципе Там подтягивается Потихонечку Медуза Все же Начинает Выфармливать Но Там же еще Кунг Имеет Примерно Такой же Нетворс Бестмастер Совсем далеко Ну и Вот Койква Потихонечку Подтягивается Причем Койква Уже Хоть и со Сложной Линии Но Перефармил Своего В общем Человек Который Заменяет Его На его Позицию То бишь Перефармил Бокси Офармил Больше Чем Первая Позиция Номинальная В этой Но Пока Конечно Здесь Прям Каким-то Именно Керри Керри Бестмастером Ни в коем Случа Не пахнет Комментатор Топит Заликов Друзья Я Ни за Кого Не топлю Я Даже Не ставлю На эти Матчи Единственное Что я Делаю Это У себя В группе Например Иногда Пишу Все-таки Кто По Моему Мнению Должен Быть Сильнее В этом Противостоянии Конкретно В предыдущем Противостоянии Я сказал Что Alliance Но Там Была Ничья Конкретно В этом Противостоянии Я Не говорил Вообще Кто А так Обычно У меня Написано В анонсах Самой Трансляции Перед тем Как запускать Стрим На Дота Дворо Хаб 3 Я обычно В своей Группе Пишу Сам по себе Анонс Вот смотрите Ребята Я запускаю И думаю Что матч Будет интересным Думаю Что выигрывают Тето-тето На этот матч Я даже прогнозы Не писал Так что Мне просто Вообще Нет смысла Ни за кого Топить Друг Ладно Тайга Так Пошел Уже Веловысп Очень неплохой Веловысп По четверым Но работает Микки Работает Микки Микки Начинает разваливать Сайлара Пробили Очень серьезно Тини уже В таверне Сайлар пытается Хоть как-то Спастись Заходит в инфест Но После инфест Абсолютно Конечно же Никаких шансов Ему не оставляет Микки Кинг Который за ним Выпрыгнул И Размен 3 в 0 В пользу Команды Альанс Просто вот Взяли и Подцепили Команду Астер Застали Взрасплох Буквально Отлично Просто прокрасовали Все свои спылы Действительно Коттл Затащил Этот файт Коттл Просто Красавчик Инсения Поставил И по-моему Даже все Провертелись В нем Чуть ли не до Влатика То есть Сломать по-быстрому Как-то не получилось Его у Астер И выйти из него тоже И по итогам Это все еще и накрыли Поляной От того же Манки Кинга Короче Круто Комбинация скиллов Работает В целом Сейчас отыгрались Очень жестко Альанс И Можно сказать Что игра Может Сейчас перевернуться Перевернуться В их сторону Сейчас графики в нуле Но уже скоро Альанс Могут начать лидировать Ну Либо Конечно же Продолжат Доминацию Астер Вернут Грубо говоря Награбленное То что у них Отобрали Сайлар Он пришел Тут Немножко погулять На топе Прогнал Прогнал ЕС ЕС его боится Продолжает Подфармливать Лес Медас Ему экспириенс Дает Скоро появится Уже Рейдианс У Сайлара 18 минута Это в целом Хороший тайминг Уже на Радик У Сайлара Все прям Мега хорошо Он продолжает Фармить Да конечно Очень часто не дерется Но это в целом Ему не мешает То есть он может Либо Часто драться И выигрывать файты Либо Просто-напросто Фармить 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 И после этого Вернуться в игру Сейчас он один раз умер Поэтому решил Сайлар что нужно Нужно ему доделать Этот Радик Пока все-таки С одними фейзами Медасом Это не самый боеспособный персонаж Себя еще не открыл Но в ближайшее время Я думаю что Ластилер сможет Изменить расклад В этой игре В сторону команды В сторону своей команды Соответственно В сторону команды Астер Так проблемы Дезрафтер убивают Цепляют тайгу на крест Есть также еще Вилл овисп Вилл овисп работает Вилл овисп работает По муше Муше Сможет ли добить тайгу Это пока вообще вопрос Работает еще и по кунке И по разору Вилл овисп сразу же Подвоим Тайга Эх Получает АВЛН в итоге Никуда не укатывается Ну и Казалось бы Это все зря Зря был потрачен Вилл овисп Ну ладно Ладно Не критично В целом 100 секунд Можно подождать Игра на этом Не заканчивается Ну вот Астер Потихоньку Уже заходят На тир-1 тавер На нижней линии Крипов Правда нет Ну и Крипов Всеми своими силами Отпушивает Инсения Да По катеру 1 тавра Засейвил В это время Параллельно Фармит Микки в лесу Пытается что-то Подфармливать Также еще и Койква Вообще Койкве Здесь очень хорошо Зашел Мидас В этом Билд Но Старт у него Был не самый Наилучший Поэтому Без всяких Мидасов Играется Этот Бестмастер Нижнюю башню Сил Тьмы Атакуют Инсения Там Вард Обновил Ну ждем Ждем Сейчас внизу По-любому Будет какой-то Движ Муши Вместе с Бубокей Просто ломают На пару Тиродентавра На нижней линии И я думаю Что Никто им не помешает Доделать свое Грязное дело Да Бубок Там уже Как-то Сам справится Ластилер В это время Все же Дофармился Наконец-таки Радик И вот Наверное Сейчас Астер Как раз-таки И стоит Пытаться Выйти Как-то В пятером Ультимейты Все есть Радик Имеется Армлет Тоже самое Укунки Есть То есть Какие-то Минимальные Артефакты У них Есть Для того Что Начать Драку Драка Начинается Вкатывается В дизраптора Дизраптора Выиграл Потому как Саппорт Пятой Позиции Команда Астер В целом Ну То есть Довольно-таки Ценен Возможно Он даже Будет Чуть Поценнее Чем Тот же Эрспирит От команды Алайн С другой стороны Есть Там Четыре тысячи Нетворса У дизраптора 1200 Но получили Примерно Одинаково Что Другие Из этих Героев Как ни Странно Даже Астер Получили Чуть Больше Ладно Я думаю Что Можно Понять Комментатор Не тупой Сморч Микки Сами Иллюзиями Будет отпушивать Медллинию Сам Пофармит Лес Так тут Сайлар Решил Закуситься С Бестмастером И В целом У него Это все Получилось Вот Бестмастер Вообще Странно Почему Не стал Просто Отсюда Уходить Но Не мог Уйти Потому Что У него Не было Пример Рора И Без Пример Рора Ты Никак От Ластилера Ныне Не Отвяжешься А Демеджи Там По тебе Влетает Уже Слишком Много Так что Понятное Дело В этой Ситуации Просто Ничего Не Оставалось Бестмастера Кроме Как Умереть Да На самом Деле Я думаю Что Если бы Даже У него Был Ульки Мейт Возможно Не Стал Бо Кастовать По Ластилеру Потому Как Кулдаун 80 секунд И Надо В ближайшее Время Как-то Подраться Тоже Не Очень Приятно Но То Что Вот Уже Есть Функция У Сайлера Либо Забрать Персонажа Либо Заставить Его Прорезать Ключевую Способность Это Уже Дает Намного Меньше Шансов Команде Остер Ошибиться И Намного Больше Шансов Коллективу Аллайнс Играть Как-то Неправильно Так Тут Внизу Нам Уши Такое ощущение Что пытался Драться С Манки Кингом Здесь Кстати Численное Превосходство Команды Аллайнс Имеется Но Знают ли Об этом Сами Аллайнс Видимо Нет Видимо Нет Не решили Выходить На Разора Хотя С другой С другой стороны На Разора Вообще Это Неблагодарное Дело Выходить Он Поднимет Себя Вьюл Он Потащу И На самом Дополнительном Молспиде Просто Уйдет Так что Просто Попытаются Ребята Из Аллайнс Играть С минимальным Риском На эту Карту И Наверное На этом Попробуют Сегодняшний Игровой День Закончить Хотя Получится Ли У них На этом Выиграть Или Нет Мы уже Узнаем В ближайшее Время Игровой День Для них В любом Случае Будет Заканчиваться После Этой Игры Последнее Противостояние ESL Готовится Дальше Уже Играки Все Разойдутся Отдыхать По Своим Тренинг Румам И В целом Каким-то Лаунжам Но Что Вообще Вообще Никаких Шансов Не Оставили На Выживание Ну и Обеспечили Еще Немного Свободного Пространства Для Фарма Что Ластилеру Что Тому же Самому Сайлару В смысле Что Что Муши Конечно Сайлар Это И есть Ластилер Немного Странно Было бы Чтобы Комментатор Называл Одного Игрока Сначала По Наименованию Его героя Потом Уже По Его Никнейму Разделяя На две Различные Личности Ладно Сейчас Пойдет Какой-нибудь Эффект Раздвоения Личности И Все Закоротит Ну что ж Смоук Имеется В принципе Микки Вот сейчас С него Выходит Конечно Ес Укатился Непонятно Зачем Смоук Насколько я понял Просто Смоук Хоть и разбили Но информация Об этом Имелась У Астр Поэтому Никто Просто Не подставился Да и В целом Ну я Изначально Не понял Зачем Это Смоук Юзали То есть Можно Пойти Куда-нибудь Расставить Варды За счет Смоука Можно Пойти Навязать Какую-то Драку Там Зайти К противникам В спину И Заполучить Таким образом Позиционное Преимущество В этот раз Ни тот Ни другой Вариант Не подходит И Смоук В итоге Просто Разревелился Там Бедуза Пошла Пофарфила В верхнюю линию Под смоком Пожить Немножко Подольше В этом Файте Он Выживает Да Действительно Он просто Отойдет Сейчас Попытается Хоть каким-то Образом Отригенится Прожать Мидас Уже Прожат Ультимейт От Мики Уже Прожат Ультимейт От Бокси И Койква Тоже Ультимативную Способность Потратил Ничего За это Не получили Альянс А Астер Сейчас Отхилятся И смогут Навязать Очередной Файт Выгодной Для себя Потому Как Без Ультимейтов Подраться Команда Альянс Не сможет Либо Просто Пойдут Спушит Могут Спушить Родотавр Ну что ж Бокси По итогам Этого Игрового Момента Все-таки Умирает Ну а Команда Астер Тир-2 Тавр Наверное Все-же Сломает Минус Тир-2 В итоге От Муша Заходить На хигграунд Наверное Прямо сейчас Не будут Ребята Из Астер Но Чуть позже Чуть позже Возможно По другой линии Все-же зайдут Опять же Стоит учитывать Что есть Рошана Возможно Сейчас На этого Рошана Как раз-таки И решат Перефокусироваться Ребята Из команды Астер Они же Китайцы Посмотрим Что будет дальше Сайлар Увидел Микки Конечно Понимает Что он Находится Не на Своей Половине Карты Поэтому Надо бы Отсюда Отойти Рейдж Прожимается И Сайлар Просто На ноге Уходит Отлично Сыграно Мобильности Добавили Этому Персонажу И В целом Сейчас Конечно Именно За счет Этого Ластилеры Начали Пикать Намного Чаще Чем В предыдущих Патчах Действительно Сайлар Просто от всего На ноге Убегает Под рейджом Получается У него пока Спасаться Правда Бобоку Наверное За это Отдадут Но Бобока Невелика Потеря Бобока Это Саппорт И в целом Даже Отдав Этого Героя Команда Астер Лишится Наверное Максимум Тирадентавра На мидллинии Который Пока еще Под глифом Постоял Итак Тир 2 Тавр На верхней Линии Команда Астер Прям сейчас Наверное Будет пытаться Может быть Даже на хэграунд Зайти После этого Тавра Но пока Просто бесконтактно Путем Пробивания Мики Тавра И Тавра Мики Они ломают Эту Вышку Ну Посмотрим Что будет дальше Бокси Влетел К себе На базу Тайга Пошел Возможно Даже сейчас Пытается Прочекать Прочекать Рошан Но чекать Его наверное Смысла не было Как никак Должны были понимать Что Рошан Там стоит Возможно Просто хотел Я не знаю Проверить Нету ли там Каких-то суммонов От оппонента На другой стороне Здесь опять же Еще и суммонить нечего Отпушивают все линии И возможно После того Как линии Подпушат Будут заходить На хэгграунд В смысле Не на хэгграунд А Извиняюсь На Рошана Ребята Из команды Alliance Потому что Я не знаю На самом деле Что их еще Здесь может спасти Вот разве что Какая-то драка Которую они сейчас Выиграют И после этого Будут Рошан ломать Рошана Опять же Они так быстро Не добьют Рошана Все же В первую очередь Наверное Попытается убить Ребята из Астер Микки Ой-ой-ой Микки Хорошая позиция Мог бы хорошо Накричать с ультимейта В это время Пошел с этим Шторм кидать Филд Работает Также еще и Велуисп Медуза живет Медуза настреливает Медуза все-таки Убивает Дизраптора Это раз Дальше пошли Микки Ультимейт Проюзал Сайлор Начинает пробивать Сайлор Ничего не может сделать Сайлор отправляется В таверну Даблкилл для Микки И вот теперь-то уже Нужно заходить на Рошана Да, наверняка Никого больше забрать Не получится Но Камнеголовый Точно уже в распоряжении Команды Альянс А вот это уже красиво Это действительно Внушает доверие Данному коллективу Все, Рошан Должен падать Лайстилера 50 секунд не будет 10 секунд еще нет Дизраптора Я думаю, что даже пытаться Как-то этого Рошана Дефать сейчас Астер не будут И получается Именно Вот это не я Оговорился Это реально Лайенс пошли После навязанной Драки на Рошана Плюс Аегис Для Микки Да, Шрам пока первый Поэтому еще без сыра Ну уж точно Без рефреша шарда Кстати, если игра Здесь затянется В какой-то Убер лейт Наверное, рефрешер шард Стоит в первую очередь Отдать той же Медузе Чтобы она 2 стонгейза Прокастовала И Файт, конечно, таким образом Много сумбура внесла Вот Каких-то других персонажей На которых Этот рефрешер Будет там смотреться Как-то супер хорошо Я больше на этой карте не вижу Что одно, что другое Команда Бобока Просто умирает От нескольких тычек Измедлений от Медузы Тут цепляют еще XXS XXS просто прожимает Блокимбарг Остается сюда Тепа аут Астеры расходятся Да, астеры действительно Здесь драку принимать Сейчас не хотят Против Медузы Хотя XSS Сбили Телепорт Отлично Сыгран на койку Все-таки накричал В основном своего Праймал Рора Полетел корабль от Кунки Но этот корабль Уже только лишь Крипов отпушивает Ни в коем случае Не сейвит самого по себе героя И Не убивает Не дизейблит Никого из команды оппонента Микки Пробивает Тер-3 И действительно Это заход на хиграун От команды Альянс В это время Правда параллельно Также еще Грызет вышку Сайлор Закатывается Тайга Пытается хоть Каким-то образом Сайлору помешать Койква Также рядом Праймал Рора У него нету Еще 30 секунд И Сайлор Неужели он Сгрызет этот барак Ай-яй-яй-яй Катапульта еще бьет второй А вот это очень серьезная проблема Для команды Альянс Казалось бы Может быть даже Есть смысл уже улетать отсюда Но есть Тачторон Кинетик Филд Пошел также еще Ультимейт от Киперов Зелайт Ультимейт от Киперов Зелайт Очень долго не прожил Бокси его сломал Даблкил для Бокси Бокси забирает Что Разора Что соответственно Дизраптора Да извиняюсь Конечно Бокси не мог ломать Виловысп Тут я немного оговорился Но в целом Как-то быстро закончился Но Тинни Тинни начинает драться Тинни правда заканчивают драться Очень быстро Но вот Альянс Должны хоть каким-то образом Попытаться здесь Медузу Засейвить Но наверное засейвить Уже тоже и не получится Хотя ладно Это Аигес Медуза продолжает драться Медуза продолжает наносить урон Больше никто сюда не подтягивается Койква возможно попытается выйти Где-то дать ультимейт И подсейвить Медузу Но Микки стоит на хегграунде Причем очень неудобно Его еще и Стопят с разных сторон Микки решил просто до конца дамажить Получается раздамажить ХХС Умирает ХХС Очень сильно все Пробиты из команды Астер Ой-ой-ой-ой Койква Еле живой 20 хитпоинтов остается За ним в погоне Сайлар Тот ушел на Блинкдагере Сайлар Меняет цель Начинает пробивать Микки Микки такими темпами Тоже должен умирать Это минус Микки Минус 4 В исполнении команды Астер Если бы убили Бисмастера Это был бы фулл 5-мен тим вайп Но конечно отбились На этом хайграунде Китайцы очень знатно Да Заработали за это На самом деле Не много денег Потому что использованы Были байбеки Но с другой стороны Опять же еще и не потеряли Какого-то дополнительного Тир-3 тавера Все же Многого стоил Для китайцев Айегис Который в итоге Был реализован Медузой Все-таки в полной мере Потому как Медуза Просто стояла И наваливала Там вот просто по всем Стянула на себя Кучу внимания Стояла Настреливала Все это время Потом уже подтянулись С тиммейт И после этого Попытались подраться Альянс Убили практически всех Все байбекнулись Игра продолжается Как вам такое? Силы тьмы Используют сканирование Это просто Пок-чамп Как по мне Я просто уже Не в силах Сам Эмоционировать Все эти реплики Но Скажу так Пок-чамп Так Койко Влетел Неплохо Разора Получилось зацепить Разор Пробивает Бокс Очень серьезно На самом деле Сейчас Муш И Муш Конечно прожимает Блокимбар Приключается на Сайлара Сайлар Пока живет Возвращает все-таки Бокс И На этом фай закончен В итоге Весь сумбур Из-за байбека На Медузе Ну Микки теряет байбек Это конечно важный момент Давайте вообще включу статистику По байбекам Практически уже полностью Пробиты бараки На мидл линии у команды Alliance Но ситуация все еще Очень-очень равная То есть Непонятно абсолютно Какая команда Выиграет в этом противостоянии Что та может выиграть Что та может выиграть То есть Дело одной ошибки Тут реально все будет решаться Каким-то одним файтом Пока этот файт еще не наступил Графики в нулях Преимущество по экспириенсу Есть ли за кем-нибудь Ну за Alliance Но оно минимальное И игра становится Все интереснее и интереснее Пробивают Тем временем Шрайн Астер Верхнюю линию Подпушили Ну и Я предполагаю Возможно даже Будут просто ждать Рошана Сейчас обе команды И вот буквально Через 3 минуты Уже Произойдет Та самая решающая битва Но она может оказаться Еще не решающей Решающая На ближайшие 5 минут Скажем так Сайлар Пошел на хэграунд Ну очень-очень Хотят Астер Забрать эту игру Действительно Им это тоже Невероятно сильно нужно Потому как Статистика в группе Не самая наилучшая Но тоже пока боятся Главное что доломали Рейнджевой барак Вот правильный барак На самом деле Били ребята из Астер Что вот сейчас Василий просто зашел Нанес тычку И все Линия пушится в сторону Командан оппонент Били бы они Миличный барак Так бы не получилось Сделать Потому что тот бы Наверняка отрегенился С другой стороны Если бы здесь били Только лишь миличный барак Наверное со всем дэмэджем Который был На медл линии Использован Вот То возможно Миличный барак бы сломали А там Рейнджевой просто сам бы упал Ну в любом случае Специалиста По баракам здесь нет Роман Каспер Лепехин Немного в другой студии Работает Так что К нему мы Наверное За этим вопросом Обращаться Пока не будем За профессиональную Аналитику По баракам Конечно же Вот сейчас Очень опасно Что той команде Подставляться Что другой команде Подставляться И Через минуту Появится Рошан А байбека еще не будет У Разор А байбека еще не будет У Медузы У того же самого Манки Кинга Тиммейта Медузы И Кунки Причем так же Нет у Тини Нет у Дизраптора В целом Легче сказать У кого он есть И у кого он будет Он будет у Тайги У Койквы Возможно появится У Бокси Ну и будет у Сайлора Все Остальные игроки Без байбеков Умирать нельзя Тайга Тайга с байбеком Тайга в принципе Ладно Если умрет То будет некритично Микки Зацепили Микки Микки Без байбека Умирать ни в коем случае Нельзя Стонгейс Констует Пытается хоть каким-то Образом из этого файта Выйти Кстати Сейчас может быть Еще и попытается Забрать Разора Да Разора пробивает Очень неплохо Правда Очень много демм Выставлено из Медузы Медузы наверное Не стоило бы сейчас Продолжать Наносить здесь какой-то урон Микки Минус 280 урона Все еще продолжает Эчковаться Его пробивают Форстаф пока сейвит Два Форстафа Отлично сыграны От команды Альянс В итоге на развороте Получается еще и выиграть Файт убивает Разора убивает Дизраптора У обоих нету Байбека Лайфстилеру Возможно придется Байбекаться в этой игре Он байбекается Неужели сейчас Альянс просто возьмут И повернут эту игру Икс-кс Под Солар Крестом Под замедлением Очень сильным Ну там конечно Торрент был Просто Красивый От этого парня Но Торрент его не спасает Ультра килл Для команды Альянс Конечно это ультра килл Для бокса И Альянсы Очень сильно сейчас отбились Альянсы сейчас После этого Даже могут Позволить Себе зайти На хиграунд компонента Ближайшие 70 секунд Точно уж Никакого отпора Им Астер не дадут Вопрос в том Успеют ли они запушить За это время Наверное этот вопрос Все еще останется Повисшим над этой картой И Сейчас мы попытаемся Узнать на это ответ Вообще Мне кажется что Должны Должны запушить Если не побоятся Ластилера Если будут вот прям Эээ Спидранить Грубо говоря Доту сейчас И спидранить ее в трон Должны эту игру выиграть Но нет 30 секунд уже До Розора Осталось Причем у Розора Байбэк от КД Через 50 секунд У Муши пока еще Байбэка Точнее у Мики Пока еще Байбэка нет Ну в целом И у Муши По-моему Его тоже сейчас нет Появится только Лишь через 40 секунд Но на Рошана А Лайнс Выходить не решились Как-то Немного не разобрались Вообще Очень было похоже на то Что действительно И на Рошана Время хватит И на то Чтобы сломать сторону Рошан конечно Пока еще не появился Да кстати Вот сейчас бы Возможно Они бы на него зашли Но нет Нет Таймер Не на их стороне Таймер видимо Был совсем долгий Потому что я уже думал Что Рошан должен был появиться Чуть ли не минуту назад Но Побочный таймер Самую малость Запутал Что меня что игроков Он выпал на 2 минуты И По итогам Рошан появляется Вот только сейчас А вот он Рошан Так тут Тайга катается Я уже думал Что по кому-то Будет закатываться Но нет Тут больше никого нет 9000 преимущества За командой Alliance Счет 20-30 И эти 9000 Уже давным-давно Не кусаются На 41 минуте Учитывая всю инфляцию Доты 8000 преимущества Это уже не деньги Казалось бы На какой-нибудь 20 минуте 8000 Это Чуть ли не критическое Преимущество Но вот сейчас Нужно понимать Что это совсем не те деньги Которые Вы возможно Где-то там себе представляете Просто явно есть Зрители Которые Возможно Не так опытны В Просмотре профессиональной Доты Поэтому я это пытаюсь Пояснять Я конечно понимаю Понимаю что 90% Нашего Замечательного чата Составляют 10к игроки Вот Но сори Мне иногда нужно И такие вещи Рассказывать Я надеюсь Вы меня за это Не заплюете Со своих 10к высот Астер Использован смок Должны увидеть ЕСа ЕС отсюда Заблаговременно Укатывается Тайга Подцепили на Юл Есть тача Шторка на Экофилд Сторон По двоим Залетел Микки А вот это проблема Но есть также Еще отличный Ультимейт от котла Ультимейт от котла Очень быстро Правда сломали Это единственная проблема Медуза Пытается хоть как-то жить Стоунгес Использован Стоунгес Сейчас закончится Муши Нужно пробить Хоть каким-нибудь образом Но В итоге мы видим Что Медуза В целом пока не догоняет Своего оппонента Тем более еще и потеряли Экиперов Залайта Уже потеряли Эрспирита Нету Беста У Беста Конечно есть байбэк Но больше терять Наверное Не хочется вообще В этой игре Никак Бокси умирает Бокси Без байбэка Ультра килл Для Сайлора Просто разрыв От команды Астер Пытается хоть каким-то образом Дальше подцепить Также еще и Медуза Медуза умирает Это Рэмпидж От Сайлора Просто какая-то Жесть Творится В этой игре У нас Да Очередной Казалось бы Камбэк От команды Альянс Просто Только что Был приостановлен Снова командой Астер Да Какой-то Совсем невнятный Файт получился Для Альянс Очень долго Они били Разора И Возможно Если бы они Приключились на Кого-нибудь другого Кроме этого Рейзера Возможно Попытались бы Зафокусить Вастиллера Или кого-нибудь еще Было бы что-то Поуспешнее Но медуза В итоге Простояла Половину файта В Стоунгейзе Да еще и Как бы Дэмэджа особо Не раздавала То есть Получилось Все невероятно Неудачно Но медузе И не давали Возможности Даже раздать Этот дэмэдж То есть Она стояла Не в той позиции Явно в которой Хотелось бы Этой медузе Просто по всем Настреливать Плюс аегис Для команды Астер Причем Здесь еще и Бубок Разбирается С Последним Оставшимся На металлинии Бараком Ну что Есть байбэк Медуза Очень не хочется Его сжать Байбэк Прожать все-таки Пришлось Да Сайлар Наверное После этого Просто отойдет Уйдет Где-нибудь В лесу Сейчас пофармить Хотя фармить Куда ему дальше фармить Есть кераса Есть радианс МКБшка Дифьюжал блейд Манта стайл В общем Все очень хорошо У Сайлара И я думаю Что ему сейчас Как-то вот прям Так сильно Это пространство Для фарма не нужно Нужно бы уже Игру закончить Как бы Его первая Первоцель Скажем так Ну я думаю Что с этим Айгасом Возможно И получится Это сделать Айгас пока У Муша Ну и Вместе с Муша Надо будет Попытаться Этот Айгас Реализовать Как-то грамотно С другой стороны Будет ли это Заход на хэгграунд От команды Астер Или все же Попытаются они Еще немножечко Потянуть В этой игре Это наверное Решать только лишь им Но самое главное Что у них опять же Есть возможность Диктовать условия Этой игры Как минимум Ближайшие Сколько минут Ближайшие 3 минуты Пока Айгас не упадет Астер Астер Под смоуком Под смоуком Нельзя 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 ни в коем случае Умирать на Медузе И нельзя ни в коем случае Подставляться Астер Так чтобы всем Самим умирать От этой Медузы Возможно Даже подождут Байбеков Во всяком случае Сейчас пытаются ждать Байбеков Ребята из Альайенс Так Бокси Под блоким баром Ее конечно Попытались застанить Но Он все это дело Зайвейдил Пошел дальше драться Кого будет пробивать На самом деле Сайлору уже надо бы бить Но Бокси Вообще ушел куда-то Очень далеко Муши Начинает пробивать Муши Таверну Неплохо Медуза Начинает с Рапиры Расстреливать Правда пока что Стоит в стане X-X-S Нужно пробить X-X-S X-X-S Слишком толстый Айяяяй Сайлар Начинает пробивать Медузу Микки Ни в коем случае Сейчас нельзя умирать Рапиру Нельзя отдавать Сайлару Микки Микки Под минус армором Под салар крестом Пытается хоть как-то драться Пытается пробить Ластилера Но слишком много Митцов В итоге Это минус Рапира Для Медузы 122 секунды В таверне Для Микки И скорее всего Это поражение Команды Alliance. На второй карте этого Best of 2 противостояния и, соответственно, ничья этой встречи. 1-1. Рапир у Сайлора. Сайлер уже вот просто доносит последние бараки. Я думаю, что сейчас на этом все уже должно закончиться. Набросили урон на Сайлора. Пытается он максимально урон внести. Вот тут врыв. Резкий, дерзкий от Бу-Буа Китайка сразу же от него прыгивает. Но все. Тут только добить трон в команде Астер. На самом деле игра уже выиграна китайцами. Поздравляем. Поздравляем команду Астер. Действительно, теперь они выиграли уже не всего лишь одну, а целых две карты в этой групповой стадии. И Alliance остаются внизу со счетом 1-7, что невероятно неприятно. То есть, как бы даже если они сейчас выиграют команду Chaos Sports Club с счетом 2-0 в своем последнем Best of 2 противостояния, то они все равно не будут иметь возможности занять четвертое место. Хотя они будут иметь такую возможность только лишь разве что в случае, когда Complexity не выиграют больше ни одной карты на этом турнире. Ровно так же, как и Астер. То есть, вот такая ситуация очень неприятная для аликов. И действительно, сейчас они уже на волоске от того, чтобы не попасть в мейн-ивент этого турнира. Тем более, они практически уже обеспечили себе не попадание в мейн-ивент этого турнира. Да, 1-7 и Forza Dream. Соответственно, они уже отмечены красным. И Alliance сейчас тоже будут 1-7. Таким образом, можно будет сказать, что все. Соответственно, мы прощаемся на ESL One Котовица. Жалко, конечно, что такой коллектив нас покидает. Но в любом случае осталось еще много интересных команд, за которыми мы, безусловно, с вами что завтра, что послезавтра продолжим следить. Возможно, сейчас на параллельных трансляциях еще не закончились некоторые матчи, поэтому можно переключиться туда. Ну, либо в целом вы можете оставаться на этом канале и тогда вас просто рехостят на мой личный стрим, где мы с вами уже просто немного лампово посидим, поиграем в Dota, в Apex, пообщаемся и тому подобное. Но в целом я прощаюсь со всеми теми, кто смотрел эту трансляцию. Огромное спасибо за то, что вы были здесь. Огромное спасибо за то, что вы соответственно писали что-то в чат. Я не знаю, может быть, хейтили меня в нем. Ну, плюс в чат, кто хейтил. Давайте посмотрим, сколько нас таких. Вот. Пишите мне, пожалуйста, что вам в моем касте понравилось, что вам в моем касте не понравилось, если вдруг что, или хотя бы дайте понять. Ну, и, соответственно, всем всего доброго, до новых встреч. Я ушел поднимать свой личный стрим. Услышимся довольно скоро уже, я думаю, что на... А, да, завтра. Завтра мы с вами услышимся, только лишь чуть пораньше, кстати, чем сегодня. Да, там у меня матч в 14.00. И в целом с 14.00 для вас ESL как раз-таки начнет вещать студия RUHUB. Ну, а уже вот буквально через несколько часов, именно через 6 часов, в 6.00 по московскому времени из студии будет поток MDL Macau, нынешнего Минора, за которым тоже всем советую наблюдать. Ну, что ж, для вас комментировал Lumisit. До новых встреч!